МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика. Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Елизавета Хмелева. Сегодня в выпуске. Не справился с управлением. На дорогах республики вновь аварии с человеческими жертвами. На рубль дешевле. Проезд подорожает. Но местное видение, как работает телекомпания в маленьком городе. Наш репортаж. В начале выпуска об авариях, которые произошли в республике за последние сутки. В 8 ДТП погибли 2 человека и 8 травмированные. Вчера в Цивильском районе водитель, управляя ВАЗом 99-й модели, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой. В результате водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. Пассажир машины госпитализирован в больницу. 21 января в Канажском районе водитель КамАЗа сбил 82-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Женщина скончалась на месте происшествия. За двое суток инспекторы ГИБДД выявили более 20 водителей, управлявших автомашинами в нетрезвом состоянии. К другим новостям. В Чебоксарах в очередной раз повышается стоимость проезда в общественном транспорте. Причем на муниципальном транспорте будет выгоднее ездить по электронным транспортным картам. Сегодня эту тему обсуждали на заседании Кабинета Министров Республики. С февраля вводится дифференцированная система оплаты проезда. Стоимость билета за живые деньги при этом будет на 1 рубль дороже, чем по карте. По мнению экспертов, переход на новую систему увеличит число владельцев карт. В городском сообщении при оплате проезда билетами длительного пользования. Под билетами длительного пользования понимается электронный проездной билет, предоставляющий право на совершение поезда в пределах фиксированной суммы. В автобусе 15 рублей за поездку, то есть с ростом на 7,1%. В троллейбусе 13 рублей за поездку с ростом на 8,3%. При приобретении билета в салоне транспортного средства в автобусе 16 рублей за поездку с ростом на 14,3%. В троллейбусе 14 рублей за поездку с ростом на 16,7%. Заявляли большую сумму на увеличение тарифа. Разговоры шел о 22 рублях, о 18 рублях. Но после того, как со всех сторон обсуждение этого вопроса происходило, и в том числе по убыткам, и по прибыли, и по Чуваш-автотрансу, мы ожидаем просто уточнение еще окончательных цифр по году. И поэтому эти 314 миллионов, они предположительно получаемые убыток в 2013 году, если уровень перевозок расхранится на уровне 2012 года. Поэтому мы пришли к вот такому промежуточному решению, согласовали министерство именно вот эти тарифы. По новым ценам билеты начнут продавать уже с 10 февраля. Причем стоимость месячного проездного билета на троллейбус по-прежнему будет составлять 650 рублей на один вид транспорта и 1000 рублей на два. Кроме оплаты за проезд, изменилась и величина прожиточного минимума. Следуя статистике, стоимость потребительской корзины увеличивается из квартала в квартал, что обусловлено ростом цен на продукты питания, повышение тарифов в ЖКХ и других жизненно важных услуг для населения. Но четвертый квартал 2012 года стал исключением. Прожиточный минимум уменьшился на 2%. Теперь каждому жителю региона на продукты и предметы первой необходимости нужно не менее 5510 рублей. Данное снижение обусловлено уменьшением цен на продовольственные товары. В основном это овощи и картофель, капуста и морковь, расходы на их покупку в среднем уменьшились в месяц на 90 рублей. Незначительное снижение цен наблюдалось на сахар, фрукты и рыбные продукты. В среднем на 24 рубля в месяц. В результате увеличение цен на хлеб и хлебобулочные продукты и незначительно на молоко. Незначительно увеличились расходы в месяц на 24 рубля. В связи с изменением нормативов потребления горячей и холодной воды и водоотведения уменьшились затраты по статье услуги. Прожиточный минимум вырос во всех регионах ПФО. Исключение Чувашия, Ульяновская и Пензенская области. И величина прожиточного минимума в нашей республике занимает в списке вторую строчку снизу, после Марийской республики, где жителям установили минимум в 5 427 рублей. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Обычные бумажные проездные постепенно вытесняются из обихода транспортными картами или электронными кошельками. Безналичная форма расчета не только удобна, но и выгодна. Впервые транспортные и электронные карты появились в 2009 году в Канаше в порядке эксперимента. Сейчас специальные терминалы для считывания информации есть у кондукторов на всех городских и пригородных маршрутах общественного транспорта. Безналичная оплата немножко облегчает труд кондукторов. Не надо считать мелочь, количество денег. В общем, это будет облегчение. Рассчитывать с электронными деньгами предпочитают уже 45 тысяч жителей республики. Все вместе они совершают около 2 миллионов поездок в месяц. Ожидается, что количество пользователей электронными проездными увеличится. На фоне повышения стоимости проезда, билет, купленный за безналичный расчет, будет на рубль дешевле. Таким образом, власти республики хотят привлечь пассажиров в общественный транспорт и упорядочить финансовые отношения с государственными перевозчиками, на долю которых приходится основная нагрузка по обеспечению проездных льгот. Электронный проездной и электронный кошелек – составные части масштабного проекта под названием «Универсальная электронная карта». Работают они весьма успешно. Тем более непонятно, кому и зачем надо настраивать людей против УЭК. В Чебоксарах приобрести электронный проездной и пополнить его можно в 24 пунктах. К 1 апреля, обещают, их будет 50. Обязательно нужно смотреть, чтобы было два чека. Один чек у нас – это фискальный. Фискальный говорит о том, что мы, значит, вынесли деньги в предприятие. И один чек – это непосредственно чек с терминала пополнения, где указан номер карты и вид этой карты. Вот в данном случае, в данном случае карта у нас идет, у нас идет пополнение 100 рублей. Кстати, коммерческие перевозчики тоже присматриваются к новшеству. Терминалы для электронных расчетов появились в маршрутках номер 62. Эксперимент прошел удачно. Елена Гальперина, Олеся Русакова, Андрей Спиридонов, Республика. В Чувашии изменилась система оказания скорой медицинской помощи. Новые правила регламентируют работу скорой в системе обязательного медицинского страхования. Главное – для пациентов при этом переходе изменений не будет. Меняется только система финансирования службы. В новом году на эти цели предусмотрено 425 миллионов рублей. Об этом журналистам сообщила министр здравоохранения и социального развития Чувашии Алла Самойлова. В соответствии с федеральным законом об обязательном медицинском страховании в России, с 1 января финансирование службы скорой помощи осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования. Раньше скорая получала деньги из республиканского федерального бюджетов. Нововведение должно повысить качество оказания медицинской скорой помощи именно за счет дифференцированного финансирования. До 1 января фактически финансирование скорой медицинской помощи оплачивалось по смете, по бюджету. И каждое отделение скорой медицинской помощи финансировалось по определенному стандарту или, скажем так, по определенному тарифу. Независимо от того, какой объем медицинской помощи оказывался той или иной скорой помощью. Сегодня, когда оплата будет происходить в системе обязательного медицинского страхования, фактически будет учитан каждый случай оказания медицинской помощи. По словам министра здравоохранения Аллы Самойловой, новая система финансирования имеет ряд преимуществ. Средства теперь будут иметь определенное целевое назначение и направятся только на конкретные статьи расходов. Одна из основных – заработная плата медработников. Если даже в каком-то районе вдруг произойдет увеличение объемов оказания медицинской помощи, то туда за каждый медицинский случай пойдет оплата. Поскольку произойдет перераспределение финансовых потоков, те сотрудники, которые будут работать в усиленном режиме, они будут получать даже большую заработную плату. Не останется без внимания такой острый вопрос, как оплата помощи, оказанная пациентам без медицинского полиса. Те опасения, которые связаны с тем, что пациенту, которого не будет медицинского полиса, не будет оказана медицинская помощь, они совершенно напрасны. Потому что медицинская помощь гарантированно будет оказана всем пациентам. Естественно, желательно, чтобы был медицинский полис для того, чтобы учесть оказание этой медицинской помощи. Если у него этого полиса нет вообще, то ему будет оказана помощь как незастрахованному пациенту. То есть на это финансовые средства также предусмотрены в бюджетах всех регионов, в данном случае Чувашской республики, всей Российской Федерации. Средняя стоимость одного вызова – 1400 рублей. Это не что иное, как внутренний определенный тариф, который необходим при подсчете объемов выполненных работ бригадами 03. И эти деньги, конечно, медработники ни с кого взымать не будут. И до 1 января человек без полиса получал полностью медицинскую помощь бесплатно. И сегодня точно так же он ее получает полностью бесплатно. Данифа Тагирова, Александр Петров, Республика. Сегодня в московском районе Чебоксар 34 многодетные семьи получили республиканские сертификаты на материнский капитал. Документы торжественно вручил глава администрации московского района Андрей Петров. Сын Людмилы Серебряковой родился в прошлом году и стал третьим в своей семье. По закону его маме полагается республиканская выплата – 100 тысяч рублей. Людмила уже знает, на что потратить деньги. На образование своих детей. Будем надеяться, что это поможет старшим, таким младшим. На детский сад, на школьные какие-то там кружки, в учетом того, что сейчас все уплатно. В московском районе столицы уже второй год отмечают увеличение рождаемости. Если в 2011 году у нас родилось порядка 2800 новорожденных детей, то по итогам 2012 года можно констатировать, что у нас родилось 3100. То есть почти 10% прирост. Это хорошая динамика. Очень приятно, что у нас наши семьи обзаводятся желанными детьми. Вот примерно такая статистика. Министерство здравоохранения и социального развития Чувашия выплатило средства в связи с утратой имущества первой необходимости во время взрыва бытового газа. Денежные средства на общую сумму 900 тысяч рублей получили 4 семьи деревни Тувси Цивильского района. Напомним, что на прошлой неделе семьям погибших было выплачено единовременное пособие по 1 миллиону рублей. Чувашия успешно провела тестирование сведений в системе межведомственного электронного взаимодействия по линии федеральной миграционной службы. Работоспособность службы оказалась также в Мурманской, Калининградской и Магаданской областях. Хотя запросы были направлены во все 83 субъекта. Сейчас в Чувашии к системе межведомственного электронного взаимодействия подключены 14 социально значимых государственных и муниципальных услуг. К началу февраля их количество достигнет 96. В электронном взаимодействии участвуют 15 органов исполнительной власти Чувашии, 26 районов и городов, а также 291 сельское поселение. Жители республики уже могут получать сведения из налоговой инспекции, справки о прохождении службы в органах внутренних дел, о пожарах. Минстро через систему межведомственного взаимодействия выдает разрешение на строительство объектов, находящихся на территории двух и более муниципальных образований. Минздрав соцразвития назначает и выплачивает ежемесячное пособие на ребенка, предоставляет субсидии на оплату услуг, а также другие сервисы. С помощью этой системы в Шамуршинском районе можно подать документы на усыновление. Наиболее важное, это, конечно, для нас Росреестр, ФНС. Всю прошлую неделю запросы посылались от Росреестра и по ряду сведений они проходят. То есть есть позитивные моменты. Как уже сообщалось о главе Минкомсвязи России Никифоров на ВКС у премьер-министра Медведева, почти, то есть наиболее популярны сегодня 24 сведения о Мишведов. И 90% это обеспечивает как раз Пенсионный фонд, Росреестр, Федеральная налоговая служба, Фонд соцстраха. В эфире город АлатР. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Собственный телеканал для районов Чувашии уже давно не в диковинку. Местное ТВ сейчас есть и в Канаше, и в Шумерле, и даже в Ядрине. Для жителей городов это отличная возможность увидеть на голубом экране что-то родное. Правда, самим телевизиончикам ради зрителей приходится работать в непростых условиях. Проблем достаточно. Нехватка профессионалов, дорогое оборудование. Раздобыть интересные новости зачастую тоже непростая задача. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В левую плечу вот так сделай. Вот так вот. Хорошо, отлично. Студенты АлатРского техникума железнодорожного транспорта в очередной раз доказали, что молодежь – двигатель прогресса. Событие, которое заслуживает внимания и центральных каналов республики в местном телеэфире, станет сюжетом номер один. В прошлом году сразу несколько студентов городского техникума удостоили стипендий правительства страны. Новость для районных СМИ горячая. Съемочная группа «АллатРа» планирует подготовить большой репортаж. В кадре – те самые герои. Талантливая молодежь. Наталья Викторовна, расскажите, пожалуйста, подробнее о конкурсе, в котором вы приняли участие. Работа, которая была отправлена на конкурс, называется «Разработка программ для тестирования студентов». Конкурс проводился Центром внедрения социальных инноваций в городе Ярославле. На этой неделе об их разработках и наградах узнает весь город. Место и телевидение здесь пользуются большой популярностью. Их аудитория – 5000 человек. Программы на любой вкус. Развлекательные, познавательные, документальные. Оценили жители православного «АллатРа» и телепроект о духовенстве. Родители требуют, да, получается, бесед со священниками. Отец Олег у нас есть такой замечательный священник, который занимается просветительской деятельностью. Все любят очень эту передачу. Во-первых, постоянно ждут, спрашивают, когда и о чем будут следующие передачи. Недавно местное ТВ стало еще интерактивным. В эфире заработал СМС-чат. Этого проекта в провинциальном городе ждали давно. Журналисты телеканала районного уровня ближе к своим зрителям, как никто другой. Не прислушивая к их просьбам просто невозможно. Событий, достойных эфира, в городе хватает. Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире новости на телеканале АСТ. Под дудку местных властей здесь стараются не плясать. Время, когда чиновники указывали, что лучше снимать, а что нет, уже прошло. Телевизионщики «АллатРа» стараются выставлять на показ и проблемные материалы. Зимние дороги, сосульки. Естественно, смотрит это администрация, смотрит это те, кто должен заниматься этим вопросом. И, на наш взгляд, мы являем хороший пример показываем. Они убирают эти моменты. Каждый день в эфир стараются выпускать по одной новой передаче. Снимать больше здесь боерады, но сейчас местные телевизионщики работают на пределе. Специалистов этой сферы в городе можно пересчитать по пальцам. Найти профессионалов сложно. В штате телекомпании всего пять человек. Порой им приходится познавать профессию друг друга. Оператор принимается за монтаж, а корреспондент сам берет в руки камеру. Все ради любимого зрителя, который, как никто, ждет чего-то нового от родного ТВ. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Это все новости на сегодня. Сразу после нашей программы смотрите «Разговор по существу» с уполномоченным по правам ребенка в Чувашской республике Вячеславом Рафиновым. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова